15 июня 2005 года жительница села Софиевка Симферопольского района Лусик-Гукосян проснулась среди ночи от непонятной тревоги. Когда открыла глаза, увидела. В комнату из окна бьет луч ярко-белого цвета. Женщина встала и подошла к окну. В ночном небе вращался огромный светящийся шар, разбрызгивая вокруг себя миллионы световых искр. 20 минут Лусик завороженно наблюдала за странным объектом, а потом почувствовала резкую боль во всем теле и потеряла сознание. Очнулась Лусик лишь утром и обнаружила на теле многочисленные синяки и ожоги. А в правом ухе женщины появилось странное уплотнение. Лусик говорит, что это чип, поставленный инопланетянами. После визита НЛО жизнь Лусик-Гукосян изменилась. Женщина поняла, что может предсказывать будущее, словно получила код от вселенских баз данных. Я поняла, что у меня в ушах есть что-то, как чип. Потому что здесь я слышу все. И гром, и какое-то огромное пространство. Иногда бывает, что я слышу, что мне говорят. Предсказания Лусик всегда сбываются. Поэтому в поселке ее побаиваются. Говорит, называют колдуньей. Лусик ничего не может поделать с даром, полученным от инопланетного разума. Если говорить о мирах совсем параллельных. И на галактике, если жизнь на Марсе. Я не готов говорить, есть или нет. Есть. Какая она, мы не знаем. Но то, что, допустим, дано людям, обладающим какими-то способностями проникать туда, получать информацию, это несомненно. Лусик признается, поток информации идет постоянно. И днем, и ночью. Она слышит странный шум и голоса, а перед трагическими событиями чувствует неприятные вибрации и необъяснимую тревогу. Я думаю, что мы проводники. Я захожу в базу данных. Значит, у меня дано вот это правило. Зайти в базу данных, узнать, черпать информацию. И сказать человеку, что нужно сделать. Говоря об инопланетянах, Лусик употребляет безличное местоимение они. Потому что точно сказать, кто передает ей информацию, женщина не может. Знает только одно. Они всегда рядом. Живут на нашей планете и наблюдают за человечеством. Я одно могу сказать, зачем это все. Потому что мы, как используем кроликов, мишей, они тоже используют нам. Как подопытные. Они нас изучают. Выходит, что я тоже подопытный кролик. Лусик Гукосян стала не единственным свидетелем появления НЛО. 15 июня огромный светящийся шар видели многие жители Симферополя. Вот что рассказывают очевидцы. Сестра моя стояла на этом балконе и кричит, Антон, летит НЛО. Я подумал, девушка шутит. Значит, выбегаю сюда, смотрю, действительно, вот в проеме между домами летит светящееся тело. Причем свечение было как оторвать кусок от солнца и запустить его в горизонтальный полет. И форма этого тела была идеально геометрически правильная. НЛО появляется в крымском небе настолько часто, что местные жители уже привыкли. Художник Алексей Тюкин из Севастополя занимается фото- и видеосъемкой неопознанных летающих объектов. В его архиве десятки уникальных фотографий. А началось все три года назад. Над морем появляется шар, и дальше он следует над городом. Но при этом он немножко пригашает свои огни, чтобы его не было видно. Но над морем его очень ярко было видно. И вот это вот первая встреча, когда я увидел и понял, что это тоже один из объектов НЛО. Вдохновение, оно не рождается как бы из ничего. То есть это был повод, вот эта вот встреча. Я назвал ВКонтакте не РУ, а ВКонтакте УФО. Субтитры создавал DimaTorzok Вот с той стороне. Потом смотрю, Алексей пошел, что-то заметил. Я тоже подняла глаза, посмотрю, там большой объект такой, шар светился очень сильно. Он был довольно крупных размеров и вот летел в ту сторону. И самое главное, что было его очень хорошо видно. То есть не перепутаешь его ни с вертолетом, ни с самолетом, ни со звездой. Понятно, что это просто какой-то объект. Пролет был от площади восставших, вот здесь у нас в Севастополе, приблизительно над гостиницей и наискосок вот через вот этот шпиль. И когда я приблизил этот шар, то есть, что интересно, он был не просто светящимся телом. Причем очевидно, что он беззвучный был. Видно было его форму, что это относительно небольшое по размерам. Не самолет, что это где-то в пределах полтора метра. И внутри, что самое интересное, за счет того, что он низко пролетал, было видно как бы сердцевинку. То есть светящееся, очень яркое, ну, я считаю, плазмообразное какое-то такое. На стоп-кадрах хорошо видна траектория перемещения по небу неопознанного летающего объекта. Ни самолет, ни вертолет так летать не могут. Либо это что-то очень высокоразвитое, если техногены, то очень высокоразвитое. Либо это параллельный мир, параллельная реальность. Скорее всего, да, параллельная реальность, потому что из порталов появляются они. Друзья и знакомые Алексея часто замечают присутствие НЛО. В Крыму эта тема у всех на устах. По-моему, еще такого ни разу не было, чтобы вот пошли на море вечером, и чтобы никого, никто не пролетал из них. То есть они постоянно появляются из ниоткуда, куда-то потом исчезают. Алексей говорит, что найти общий язык с инопланетянами несложно. Он даже пробовал вступить с ними в контакт. Выставлял вот так руку и передавал мысленную информацию. Объект начал ко мне приближаться. Я испугался и попросил, чтобы не было контакта, и объект ушел в облака. Был такой случай. В появлении представителей иных цивилизаций нет ничего странного. Ведь Крым является аномальной зоной. В местах, где часто видят НЛО, то, что называют аномальными зонами, может присутствовать какая-то странная особенность пространства. Мы не можем пока сказать, и вряд ли кто-то может сказать, что это такое, но странная особенность, которая влияет на наблюдателей, находящихся в этом месте. По одной из гипотез, НЛО появляются не из глубин далекого космоса, а из параллельных миров. Это некая высокоразвитая цивилизация, живущая на нашей планете. Она так же реальна, как и наша, но только скрыта матрицей пространства. Мыс Фиолент считают в Крыму аномальной зоной. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы в этом убедиться. Местные жители, отдыхающие, часто наблюдают в небе разноцветные шарообразные объекты, плазмоиды. 14 апреля 2009 года жительница Севастополя Татьяна поехала с друзьями на Фиолент. Примерно в 9 часов вечера она заметила над горизонтом яркий светящийся объект. Устроили шашлыки на берегу, разговаривали, общались. И вдруг мы увидели, как стоят корабли, и над кораблями висит на одном месте, как будто вертолет. Я говорю, сын, да это же вертолет. Он говорит, мама, ты что, это НЛО? Значит, объект похож огнями на вертолет, явно не вертолет. И как бы очень-очень медленно движение, скорость примерно равная. Светящийся шар. Вот светящийся шар примерно такого желто-оранжевого цвета. А в этом году Татьяна уже дважды видела плазмоиды. И тоже на Фиоленте. Где-то в районе 10-11 вечера. Мы любим вечером купаться поздно. Тоже пришли на берег и искупались, пошли по набережной. Идем по набережной, и вдруг мы смотрим, как звезда тоже проплывает. Вот она даже не как звезда, потому что ниже, чем звезды. Звезды гораздо выше, она ниже звезд. И вот тоже на одной скорости, не спутник явно, но я вижу, видела много раз, как спутники. Они очень маленькие, очень высоко. А тут прямо тоже над городом. И вот идет на одной высоте, на скорости, тоже примерно одинаковая скорость, очень медленно. Совершенно без звука. Жители дачного поселка Солнечное, расположенного в бухте Лермонтово, недалеко от Фиолента, наблюдают светящиеся шары каждый дачный сезон. Там в той стороне висел шар, так сказать, желтоватого света. И самого луча не было, и водил по морю вниз. Он летал сюда, оттуда пролетел, где-то секунд десять повисел немножко, и потом в море улетел. Вот такие вот были явления. Есть какая-то периодичность, по крайней мере, в прошлом году мы это наблюдали, что где-то в 22.30 все время какой-то вот звезд, такая вот светящийся объект, будем так говорить. Ну, он выглядит как очень крупная звезда, но это не самолет, не вертолет, понятно, что-то такое вот. И оно перемещается, вот получается, по кромке, ну, как бы, где море, вот, по бережью. Любовь Сапхо живет на даче весь сезон, с апреля до октября. Ее дом стоит около моря. По вечерам она наблюдает светящиеся шары прямо из окна. Говорит, они всегда появляются со стороны Фиолента. И даже иногда танцуют в небе. Ну, вот на протяжении 20 лет я наблюдала явление, вот в этой стороне появлялся неопознанный объект. Однажды видели такой вариант был, из трех шаров соединялись, ну, у них как игры были. На протяжении, допустим, 8-12 минут, не более. И потом они исчезали. Здесь, в районе Фиолента, количество очевидцев странных светящихся шаров близко к аномальному. Видит их каждый второй. Но кроме плазмоидов, местные жители регулярно наблюдают еще одно необъяснимое явление. Об этом месте ходит много легенд. Одна из самых известных легенд – это то, что здесь наблюдает призрак мыса Фиолент. Как описывают местные жители, это яркий столб, светящийся, который передвигается вдоль берега. Возможно, дело в том, что под мысом Фиолент находится крупный и геологически активный разлом земной коры. Мог ли он стать причиной появления плазмоида? Этот вопрос мы задали геологу и исследователю необъяснимых явлений Александру Борисовичу Гурвецу. Я считаю, допустим, что Земля – это живой организм, который живет, развивается по своим законам. И то, что они неизвестны, так сказать, нашей ортодоксальной науке, это совсем не говорит о том, что она там какая-то, как кусок, большой кусок кирпича какого-нибудь. Да, нет. Без сомнения, это очень сложная, огромная структура. Он считает, что в недрах нашей планеты переваривается энергия, которую Земля получает из космоса. Космические частицы проваливаются через разломы внутрь Земли, в ее чрево. И там они трансформируются или перевариваются, скажем так, в вполне реальные, сначала химические элементы, самые простые, начиная от водорода или гелия, а заканчиваясь самыми сложными элементами, которые уже формируются в породу, в базальт, в какую-то кристаллическую структуру. Космический поток поступает на Землю неравномерно. Это зависит от активности Солнца. В годы, когда поток постоянен, наша планета перерабатывает космическую энергию. И тогда каждые сутки Земля прибавляет в весе 2,5 кубических километра породы. Если на Солнце происходят вспышки, энергии становится слишком много, и планета через геологические разломы выбрасывает излишки обратно в космос. Это происходит в местах, которые мы называем аномальными зонами. Идут выбросы, энергетические выбросы, которые, значит, несут в себе определенные газы, например, газ Родон, несут мощные, концентрированные электромагнитные поля. При сильном выбросе, мощном выбросе, могут вываливаться плазмоиды. Специалисту определить геопатогенную зону не составляет труда. Для этого используется магнитометр – прибор, фиксирующий колебания магнитного поля Земли. В этом месте постоянно идет некая вибрация электромагнитного поля, даже земного. То есть хороший, хорошо отторированный, настроенный, точный магнитометр позволяет увидеть эту вибрацию. Некий фон такой есть. Если его записать на осциллографе, то это обязательно не будет неровные линии, а именно такой дрожащий фон. Мы провели небольшой эксперимент. С помощью магнитометра замерили колебания электромагнитного поля на мысе Фиолем. Стрелка прибора совершала активные колебания такие. То есть мы можем говорить о том, что здесь наблюдается активность. Также возможна магнитная аномалия, потому что приборы выходят из строя, фото, видеоаппаратура. Крымский полуостров находится в геоактивной зоне. Множество геологических разломов пересекают его вдоль и поперек. На карте хорошо видно, не только южный берег Крыма, но и горная часть полуострова буквально рассечены геологическими неоднородностями. Может быть, поэтому там так часто наблюдают аномалии. Кизилкабар – в переводе «красная пещера». Одна из самых знаменитых пещер горного Крыма. Она находится около села Перевального. Его считают вообще энергетическим центром планеты даже. Даже считается вот наш перевальный район красных пещер – это как сушумно в теле человека. Это основной энергетический канал, который проходит в центре человека. У входа в Кизилкабу множество кошек. И это не случайность. Кошки предупреждают людей о приближении призраков. Владимир Решетнев уже несколько лет работает в Кизилкабе экскурсоводом. Зимой 2008 года он стал свидетелем удивительных событий. В это время года Кизилкаба закрыта для туристов. Не сезон. Лишь в этом домике живут пять человек, которые охраняют вход и следят за состоянием пещеры. Работают вахтенным методом по три недели. У нас штатный есть персонал, который постоянно дежурит на пещере. И с утра они проснулись и сидели возле окошка домика. Смотрим в окно, выходит человек в черном капюшине, лица не видно. Прошел мимо входа и пошел дальше. Все вроде бы спохватились так, ворота вроде бы закрывали. Вот мало ли, может какой-то диверсант пришел лампочки разбивать, может что-то где-то слова писать. Ну, побежали за ним, смотрим. А на снегу следов-то его и нету, а ворота закрыты. Легенду о черном призраке Кизилкабы Владимир Решетнев слышал и раньше. Но даже не предполагал, что увидит призрака собственными глазами. Смотрим, человек выходит из моей спины. То есть с этих ворот. Проходит мимо ступенек и уходит дальше вниз. Вот. Да, то есть сюда пошел. Мы спохватились, выбежали. За ним след, но не увидели ни одного следа. То есть зима была, снег выпавший. Вот. Все видели человека, но никто не видел следов. Куда мог исчезнуть человек? Да еще и не оставив следов на снегу. На этот вопрос ответа не было ни у кого. Перейти бы как-нибудь, перепрыгнуть ее по камням или по трубам, он тоже не смог бы. То есть он явно должен был оставить свои следы. Значит, призрак пещеры, которым ходят легенды среди местного населения, действительно существует? Кто он и что хочет от людей? Может быть, это энергетические сгустки, фантомы тех, кто потерялся в этих пещерах. Кто там заблудился и трагически погиб. Если так предполагать и думать об этом явлении, то, наверное, это остатки тех людей. Энергетические остатки, не похороненные, не успокоенные, метущиеся в этих пещерах. Наверное, это обращение к реке о помощи или месть кому-то, кто оказывается на их пути. Реагировали на призрака даже животные. У нас в домике кошек очень много, как природная такая мышеловка. И смотрим, кошки раз так все напряглись, так поближе к людям стали держаться и смотрели на выход из пещеры. Москвичка Илона Саглиани недавно отдыхала в Крыму и побывала на экскурсии в Красной пещере. Из Кизил Кабы привезла вот эту фотографию. Мы посещали разные экскурсии и попали на экскурсию в Красную пещеру. И получилось так, что со мной был цифровой фотоаппарат, соответственно, мы это все фотографировали, красивые эти места. И когда уже я приехала домой, начала распечатывать фотографии, то увидела на одной из фотографий какой-то белый шар. И что это, соответственно, я не поняла. Белый полупрозрачный шар на этой фотографии напоминает плазмоид. Появление подобной субстанции говорит об аномальности места. Если говорить о реальности вот этих странных явлений, которые мы здесь обсуждаем, то можно сказать, что они могут восприниматься разными органами чувств человека. То есть и зрительным, как зрительное восприятие, и как слуховое, и как обонятельное. И если продолжать эту тему, то можно предположить, что бывают и физические тактильные контакты с чем-то, чего в этом мире не бывает. И действительно, в Красной пещере появляются не только плазмоиды и призраки. У подземной реки туриста слышат странные голоса. Мы поехали вот с классом на экскурсию. Вот проходила экскурсия, мы с другом отстали немножко. Ну, решили там посмотреть, подошли к реке подземной, ну и услышали голоса какие-то такие невнятные. Ну, непонятно было, что говорят, но как-то страшно стало. Слышала потусторонние голоса у подводной реки Любовь Шейко из Севастополя. Девушка пошла на экскурсию в Красную пещеру вместе с друзьями и случайно отстала от экскурсионной группы. Мы остановились с моей подругой пофоткать, я отошла немного дальше, чтобы был очень красивый вид. Я хотела это запечатлеть, потому что на стене были, ну, как вам сказать, выграфены какие-то иероглифы. То есть мне хотелось потом, ну, зайти в энциклопедию и понять, что это такое. И вот тут я услышала какие-то непонятные звуки, когда оказалась уже совершенно одна. Сначала мне показалось, что меня кто-то зовет. То эти звуки, хотя они исходили из-под воды, они носили животный характер. То есть нечеловеческий. Это был, знаете, полусобаки, какие-то полуволки. Это что-то выло. И мне казалось, вот, знаете, как будто кто-то зовет о помощи. Люба подошла к реке и увидела, как на своде пещеры появились странные тени. Сначала одна, потом другая. Мне было страшно. Я металась вот так вот из угла в угол. Ну, вот я поворачивала угол, потому что мне было страшно, что вдруг на меня нападут. Девушка бросилась догонять группу. Говорит, тени преследовали ее всю дорогу. Когда впереди стали слышны голоса людей, они исчезли. После этого случая любовь поверила в аномальные явления. Я не верила вообще в паранормальные явления как факт. Я считала, что такого быть не может. И то, что если ты идешь ночью по пустой улице и что-то прошумело, это что-то случилось физического происхождения. Но когда я очутилась там, что мне показалось, что там и призраки, и привидения, и инородные тыла. Я не знала, что это, но это было что-то очень страшное. Хотя как таковое, все-таки мне до сих пор кажется, что это, я не знаю, что там есть, кто-то живет. Даже работники кизил-кабы не решаются ходить в одиночку к подземной реке, боятся призраков. Слышен шум. Когда работаем возле речки, слышен шум, как будто люди переговариваются между собой. Может быть, древние кизил-кабинцы, которые обитали возле входа пещеры, считают, что это голоса людей. То есть, умершие души. В древности кизил-каба представляла собой сложный культовый комплекс. Здесь совершались обряды, связанные с земледельческим культом. В определенные дни недели, особенно в неурожайные годы, в пещере горел священный огонь, вокруг которого проводились ритуалы. Это не по легендам, это действительно так. То есть, здесь они поклонялись своим богам, божествам. Вот некоторые кости были найдены здесь в пещере, сложили аккуратно. Это были жертвоприношения. Около входа в пещеру находился алтарь. Здесь приносили человеческие жертвы. Когда в Красной пещере оборудовали туристическую тропу, спелеологи нашли неопровержимые доказательства. Ну, попадались, правда, и человеческие кости. То есть, когда делали тропинки бетонные, смотрим, большая глыба посреди прям тропы, где должна была проходить лежит. Когда ее раздробили, под ней нашли останки человека. Причем останки были очень древние кости, желтые, то есть еще с тех давних времен. Кто совершал кровавые обряды? До сих пор загадка. Местные жители считают, что это были не люди. Весь этот комплекс с длины где-то метров пятьсот просматривается как голова тигра. Более сенситивные люди видят, что там находится храм друидов. И по всей видимости так и было, потому что Крым на протяжении где-то тысячи, полторы тысячи лет здесь было пристанище друидов. Находится камень громадный, около двух или трех тонн. Значит, он, видно, что положен как будто специально туда. Видно, он закрывает какие-то ходы. Значит, выше этого грота метров пять-десять также находится небольшой грот полтора метра высотой. Видно, он служил воздухоотводом в пещерах, которые, видимо, находятся снизу. И я думаю, по всей видимости, там даже сейчас находится кто-то. Люди, обладающие повышенной чувствительностью, в один голос утверждают, в этих местах обитают иные существа. Люди рассуждают на таком вообще дилетантском уровне. То есть существует ли Бог, так существуют инопланетяне. Конечно, это есть. И существует не одна цивилизация. И она находится на планете Земля, я думаю, что миллионы лет назад. Как и существует много цивилизаций, которые находятся под землей. Но они нам невидимы, и они не хотят с нами пока разговаривать, потому что мы не достигли их еще уровня. Получается, что рядом с нами существует иная цивилизация, увидеть которую мы можем лишь случайно. И лишь в местах, которые принято считать аномальными зонами. Вот такие места, где может происходить контакт сознания человека с другими реальностями. Эти места подвержены самым разным проявлениям аномалий. То есть это может быть и хрономиражи, и появление НЛО, и появление снежных людей. И колдуны и ведьмы, и барабашки. И все это будет, условно, в одном флаконе, в одном пространстве. Почему-то такие места, они могут вызывать очень разные странные обстоятельства, разные проявления. Последние теоретические исследования в области квантовой физики подтверждают. В нашей Вселенной существуют параллельные меры. Еще в 1957 году американский физик Хью Иверетт выдвинул теорию многомерности Вселенной. Он доказал, что любое событие, происходящее в нашем мире, надо рассматривать как взаимодействие объекта и наблюдателя. И назвал это парадоксом квантовой нелокальности. Пространство и время представляют из себя некий континуум, где в нем присутствует одновременно и вчера, и сегодня, и завтра. И наше место, и место в нескольких миллионах световых лет от нас. Все это спрессовано и завязано в единую такую, как бы, субстанцию, что ли, типа губки. И именно сознание человека, сознание оператора может выбирать, в каком месте и в какое время он находится. При каждом изменении Вселенная делится на две части, и обе продолжают существовать. Сознание наблюдателя каждый раз выбирает, какую часть материализовать. Удивительно, но этот парадокс описан в магических теориях разных народа. Карлос Кастанадо, например, изучавший мистику индейцев, писал о точке сборки. Некая точка вне времени и пространства, в которой сознание человека собирает для него этот мир. Если человек смещает каким-то магическим образом свою точку сборки куда-то в сторону, то для него собирается совершенно другой мир, и он видит другую обстановку. Вот. То есть, к счастью, квантовая механика позволяет описывать такие парадоксы. И мы можем предположить, что параллельные миры – это действительно реально существующие пространства и времена. Но мы их не видим, потому что наше сознание их не собирает. Но под воздействием каких-то странных, необъяснимых причин, сознание может вычленить вот эту картинку, например, картинку из прошлого, и собрать для наблюдателя целостный мир прошлого, где будут существовать древние войны, или динозавры, или еще что-то. На развалинах древнего Херсонеса – национальный заповедник. Обычное туристическое место. Но говорить туристам об аномальных явлениях не разрешают, чтобы не пугать. Ведь до сих пор по территории музея разгуливает призрак белого монаха. Если уж мы говорим, что существуют какие-то особые места, где аномальные явления более часто, чем в других, то можно предполагать, что такие места и будут преддверием перехода. То есть контакт с параллельными мирами именно в этом месте и возможен. Научный сотрудник национального заповедника Херсонес Таврический, Валентина Дайкала, всю жизнь проработала на Херсонесе. Женщина встречалась с призраками лично. Она отказалась дать нам интервью на территории музея. Говорит, место странное и мистическое. Пришлось ехать к ней вечером. Херсонес существовал более двух тысяч лет. И сам Херсонес, я уже сама становлюсь мистик. Может быть, потому что судьбы других людей не знаешь, а судьбы коллег знаешь. И мы часто задумывались. Ведь по большому счету в каждой семье что-то неблагополучное. Причем очень даже неблагополучное. И я подумала, может потому что мы вот 30 лет работаем, и там, по сути дела, Некрополь, город мертвый. То есть вот в таком месте, может быть, это тоже каким-то образом влияет на их судьбы. Это произошло в начале 90-х годов, когда Валентина работала в музее экскурсовода и жила на территории. Однажды возвращалась вечером, и мой путь мимо собора проходил. И вот я взглянула, и собор был разрушен. И у него очень трагическая история. 60 лет он находился в руинах. С 41 по 2001. Он еще был не отреставрирован. Рядом с моим домиком, их там три дома, и их как бы для сотрудников эти дома предназначались, жила моя коллега Лера Созник, ныне, к сожалению, покойная. И она рассказала такую историю, что однажды вечером у нее гостила двоюродная сестра. Она вышла ее проводить, и территория просматривается, городище, точнее, очень хорошо от наших домиков. И у колокола увидела мужчину в белом одеянии. Вот, лицо было точно так же закрыто капюшоном. Но он стоял и смотрел в открытое море. Взгляд его устремлен был в открытое море. А рядом сидел мужчина в черном одеянии, тоже смотрел в открытое море. Тем летом археологи проводили в Херсонесе раскопки и вскрывали могилы на монастырском кладбище. Лера была не робкого десятка. Она решила подойти и узнать, что делают посторонние на территории. А у нее была собака и кошка. И животные были к ней очень привязаны. И когда она, в общем, тронулась в путь, и они за ней как бы сразу. Но потом вдруг они, что-то их, ну, что-то их спугнуло, вероятно. И собака стала прижиматься к ноге, жалобно заскулила и не пошла к ней. Ну, Лера последовала дальше. И когда она подошла почти где-то метров на 50 или на 20, там, ну, я точно не знаю, она взглянула на этих людей и ужаснулась. То есть вместо лица она увидела туман, то есть призрак. А потом призрак белого монаха поднялся в воздух и медленно поплыл в сторону моря. Валентина Дейкало верит в иной мир. Правда, называет его не параллельным, а потусторонним. Возьмем хотя бы греков, пусть они еще не приняли, да, веру. Но они клали умершим их любимые вещи, все, что им там пригодится в потустороннем мире. И я не думаю, что все эти народы вместе взятые были глупее, чем группа атеистов, которые, в общем-то, в это не верят, но это их право, да. Практически все религиозные учения основаны на теории параллельных миров. Реальности, существующей одновременно с нашей, но независимо от нее, туда после смерти перемещаются души людей. Православие, ну, насчитывает два параллельных мира. То есть это рай и ад. Буддизм насчитывает семь параллельных миров. А по предположениям, современным предположениям математиков, которые теоретически вычисляют, они считают, что их может быть более 24. Грань между параллельными мирами очень тонка. И при определенном стечении обстоятельств человек может заглянуть в иную реальность и увидеть ее питателей. У человека есть душа. Это своеобразная сим-карта, если проводить параллели с телефоном. Вот душа сохраняет всю информацию о человеке и, покидая тело, где-то обретается. И мы с этой душой можем устанавливать. Мы не только экстрасенсы или там другие специалисты, но и простые и смертные могут устанавливать контакт. Валентина Дейкала считает, что призраки Херсонеса – это неупокойные души монахов, могилы которых были потревожены археологами. Женщина уверена – надо восстановить могилы и провести заупокойные обряды. Тогда призраки исчезнут. Каждую известную историю с призраками сопровождает обычная легенда о неупокойных душах, которые хотят от современников чего-то, чтобы их захоронили там или отпели и так далее. Но мне кажется, что это просто интерпретация сознанием наблюдателя тех необъяснимых вещей, которые он наблюдает. То есть это может быть тем же самым ретро-миражом, то есть картинками из прошлого. И персонажи из прошлого ничего и не хотят от современного человека. Они могут его и не видеть. В Симферополе, на развалинах древнего скифского городища Неаполя-скифского, часто появляются ретро-миражи. На рассвете и на закате многочисленные свидетели видят полупрозрачные фигуры в странных одеждах. На протяжении нескольких лет Антон Анфалов собирает свидетельства очевидца. Вот представьте себе картину, да? Вдруг в тишине, вечером или ночью, или рано очень, утром, появляются или тени, или, значит, непонятные образы, а иногда и очень даже конкретные видели люди вещи. Люди, одетые в древнюю одежду, то есть похоже по форме, по структуре одежды, на одежду вот именно древних скифов, которые тут жили очень много столетий назад. Это похоже на картинки из прошлого. Странные фигуры не замечают наблюдателей и занимаются своими делами. А вот очевидцы испытывают мистический ужас. Многие считают, что им померещилось. И тем не менее, гости из параллельных миров вполне реальны. Их можно сфотографировать. Бывают же случаи, они достаточно уже зафиксированы, когда человек из будущего попадает в прошлое, как человек на фотографии открытия моста. Этот снимок сделан в 1940 году. Причем он снят на нескольких снимках с разного ракурса. Явно современная маечка трикотажная с каким-то рисунком вязаная кофта. И в топорат висит маленький такой. Ну, потом начали говорить, что тогда это, в принципе, могло быть, что это там майка университетской команды. Но он даже по внешности, как-то по манере держаться, отличается от более закомплексованных людей, которые его окружают. Насколько достоверна эта фотография? Действительно ли перед нами доказательство существования параллельных миров? Чтобы определить подлинность этой фотографии, мы обратились в центр Михаила Гоноградова. Работать с фотографией будет экстрасенс Светлана Проскурякова. Светлана обладает уникальной способностью получать информацию из параллельных миров. Вот этот человек, он совершенно из другого времени. Это 70-е годы. Это какой-то не очень большой город, такое впечатление. То ли окраина, то ли что-то еще. И такое впечатление, что человек попал сюда каким-то случайным образом. В реальной жизни и в 70-х годах это, скорее всего, человек, потерявший память. Люди вокруг, это 30-е и 40-е годы, вот так. Такое ощущение. Возможно, перед войной что-то такое, вот перед Второй мировой войной. У меня вот ощущение, что это такое вот расщепление времени произошло в результате травмы. В результате травмы головы. Он вернулся в свое время? Думаю, что да. Думаю, что да. Но он... Такое впечатление, что травма очень серьезная, и он мог потерять память потом после нее. Люди, которые рядом, они его видят? Скорее всего, они сознательно не понимают, что он рядом с ними. Хотя он достаточно необычный выглядит для того времени, они его все равно не замечают. То есть он как бы со стороны, он как призрак. То есть мы можем считать эту фотографию подлинным доказательством? Думаю, что да. Перемещения во времени существуют, но только они неуправляемые. Это может быть в результате травмы, отравления, каких-то процессов потери памяти. Но это спонтанно, этим человек управлять не может. Путешественники во времени перемещаются в прошлое или будущее. А это еще один вариант параллельных миров. Виктор Здоров из Симферополя утверждает, что несколько раз путешествовал в параллельных пространствах и общался с представителями высокоразвитой цивилизации, которая существует на планете одновременно с человечеством. Виктор живет у подножия Неаполя-Скифского. Там, где симферопольцы, регулярно наблюдают призраки и хрономиражи. А по мнению экспертов, находится активный портал в параллельные пространства. Летом 89-го года каждый вечер на закате Виктор наблюдал одну и ту же картину. Над его домом зависал НЛО. Я сначала не мог понять, что это такое. Фосфорицирующее, светящееся тело диаметром от 15 метров до 50 метров в виде шляпы или в виде двояковых упаклой линзы. Наблюдая за маневрами НЛО, Виктор словно впадал в ступор. А когда из тарелки спускался яркий луч, он мгновенно перемещался на борт инопланетного корабля. Вот что он видел внутри. Масса приборов различных, дисплеи большие, от полуметра до метра цветные, голубого цвета, зеленого, красного. Масса кнопок, операторы в серебристых костюмах, похожие на людей, именно похожие на такие, как прибалтийцы. Рост 2-2,5 метра. Серебристые или золотистые волосы, продолговатое лицо, чисто европейское, истинные орейцы, про которых говорили и писали немцы. Инопланетяне были существами дружелюбными. Медицинских опытов над Виктором не проводили, зато катали его по всему Крымскому полуострову. В какой-то момент, допустим, в нижней части становилось прозрачной, и объясняли, что мы летим на высоте 3 километра. Вот трасса Симферополь-Ялта. Видно было внизу, как движутся машины в свете фар, двигались троллейбусы, и видно было огоньки домов, и, допустим, даже где-то производили сварку, вспышки электросварки. Инопланетяне рассказывали о себе и показывали, как живет их цивилизация на планете Земля. Виктор осматривал знакомые с детства места и видел там совершенно невероятные вещи. Особенно поразил его гигантский космодром на плато горы Четердаг. Ну вот в районе Четердага, в одном месте, в другом, в третьем, были открытые площадки, где стояли блюдца, цилиндры, шары. Такой серебристой формы, разного диаметра. И были эти узлы связи, которые непосредственно поддерживали связь кораблем Ад, который находился за пределами Земли. Вот так выглядит это место на самом деле. Здесь людно. Круглый год туристы и нет никаких следов космодрома. Однако слухов о странностях Четердага много. Местный житель Андрей зарабатывает тем, что подвозят на плато Четердага туристов. Недавно в этом месте видел странный объект. Рассказывать на камеру не хочет. Боится, что за сумасшедшего примут. Ехали на поле, смотрим, прямо шар такой, из него луч на поле и освещает. А мы, ну, оно же видно, что что-то не то, ни звука, ничего. Там самолет был, вертолет гудел. Остановились и смотрели. И он вот так вот освещал, освещал. И потом резко раз потух, и все. А было прямо вот как, ну, где-то, может, меньше километра вот так вот было расстояние. Что-то было, я не знаю. А какого цвета он был? Оно было, во-первых, ночью, уже темно было. И вот его не видно, а просто видно было с него луч. И такой большой, ну, как, знаете, ну, как прожектор. А Владимир Белозеров из Симферополя тоже наблюдал перемещение странного летательного аппарата над плато Четердак. Рано утром он шел на работу и заметил в небе НЛО. Вижу, летит медленно белая полоса. Я еще подумал тогда, что это такой инверсионный след короткий. Где-то с градус шириной, ну, длиной. Вот. И раз в 10 толщина меньше. Немножко под углом и очень медленно передвигается оттуда сюда, в левую сторону, вдоль железной дороги. Объект, похожий на бледную ленту, двигался вот так. А через 5 минут скрылся за деревьями. Хотя неординарное такое было событие. И когда я только пришел на работу, до меня дошло, что я что-то наблюдал. И, в общем, себя ругал, что я не встал и не зарисовал. И, ну, в общем, никак не зафиксировал. Получается, что меня просто, как бы, интерес мой выключили. Кто они? Галлюцинации десятков людей или существа из параллельных миров? И стоит ли закрывать глаза на неопровержимые свидетельства их присутствия в материальном мире? У современной науки нет объяснений таким явлениям. И любые гипотезы на этот счет сегодня принято считать лженаучными. Земля-то вертится. А инквизиция и сожгла Джордана Бруно за эту мысль. Но Земля все равно вертится. И один из римских пап принес извинения человечеству за столь поспешное сжигание крупнейшего ученого. Поэтому, когда мы говорим о лженауке, кстати, и астрологию называют там лженаукой, мы должны четко понимать, что люди косные, примитивные, идеологически направленные в то или иное русло, идеологически и религиозно, они отрицают очевидные факты, которые не могут объяснить. Есть ли параллельные миры и какие они? Человечество обязательно найдет ответ на этот вопрос, и тогда мы узнаем, как выглядит Вселенная на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok